Так, если мне не дадут в рейде эмблему с этим кроликом, то я за себя не ручаюсь, это будет сразу минус балл в оценке рейда. Может быть и два. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, это канал Трипл Вайп. Сегодня мы говорим про рейд Истребители Прошлого, который открылся в игре 7 декабря для обладателей Черного Арсенала. Замотался я и добрался до ролика про рейд с опозданием небольшим, но не суть. В этом видосе я расскажу о том, как пройти первые этапы до арены с боссом, собственно. А во втором ролике подробно разжую тактику игры с главным антагонистом рейда и поделюсь своими впечатлениями от этого самого рейда. Итак, Истребители Прошлого располагаются на ЕМЗ. Не на Левиафане, не в Городе Грёз, на ЕМЗ. В моём понимании это всё же отдельный рейд, хоть и очень короткий, но оценивать его я буду не только по длине, если вы понимаете о чём я. Комплексов у меня никаких нет. Первый этап – открытие. Собственно, это стандартная история, когда сам рейд ещё нас поджидает за закрытыми дверями, но открыть эти самые двери для большинства уже непросто. Давай сразу обозначим. На каком уровне силы проходит рейд? Рекомендуемый – 640. Мобы перестают быть красными на первой стадии, то есть с повышенной защитой и уроном, после преодоления порога в 631 единицу. На каком уровне силы залетёл у на рейд сам я в первый раз? 627. Это такой себе результат, знаю, но этого оказалось вполне достаточно для прохождения первых этапов, даже потом, пойдя твинком с уровнем 625 силы, всё равно с первого захода прошли открытия, тут главное знать механики. Из рекомендуемого снаряжения – всё, что поможет вам поднять свой уровень силы до предельно возможного. Я не синтезировал оружие, потому играл с пушками из кузницы, автоматы, снайперка, в хэви был пулемёт и, в принципе, справлялось снаряжение со своей задачей окей. Но, в идеале тут нужен дробовик для убийства мощного моба, само собой полугодовалый и келл, других дробовиков в этой игре ПВЕ нет. Револьвер в первый слот, например, полночный переворот, которому тоже уже год с лишним, но ведь лучше него ничего в ПВЕ не придумали. Ну и Тандерлорд в третий слот, ему 5… Короче, он в первый класс скоро пойдёт. Кстати, Тандерлорд вам позже тоже на рейде пригодится, так что вот эту пушку и, правда, полезно засинтезировать будет чем-то, если есть. Итак, как сама механика работает? В начале вы попадаете на улицы города, некий квартал, довольно крупный, надо сказать, так что я бы советовал для начала не активировать энкаунтер, а взять Спэрроу, покататься, понять, как это строится локация и постараться запомнить. Тут, само собой, полно падших и, поскольку локация огромная, можно передвигаться на Спэрроу. Об этом, кстати, не стоит забывать, поскольку действовать на рейде нужно чётко, быстро и слаженно. Если кто-то будет прогуливаться пешком, то застрять может вся команда. Итак, теперь слушай внимательно. В центре квартала на крыше вам нужно будет убить особого падшего, Берсерка. Он внешне напоминает Сива Фоллинов из первой части, но это лишь обман, чтобы набрать классы и заставить игроков плести теории. Убить его непросто, и дело не только в уровне силы, тут есть особая механика боя, ведь по умолчанию у него есть овершилд. Когда вы начнёте бой с падшим, он начнёт кастовать вокруг себя защитное поле, которое вам и нужно снять. Чтобы сделать это, во время каста вы должны стрелять по специальным батареям на его теле, одной спереди и одной сзади. Делать это нужно вместе, не по очереди. Так что, подходя к очередному Берсерку, смотрите, чтобы игроки были и сзади, и спереди. Итак, вы убили падшего, с него выпал релик, заносите его в специальный терминал прямо тут, на крыше, этим вы активируете энкаунтер. Так, бойцы, теперь вот вообще всё внимание своё включайте, на крыше есть карта, вот она. Постоянно смотреть на эту карту будет один член вашей команды, то есть по сути ваш статик делится на 1 плюс 5. Некоторые проходят 2 плюс 4, но на мой взгляд 1 плюс 5 оптимален, позже объясню почему. Что нужно знать на карте? 5 вышек, отличаются по количеству точек над ними, это по сути споты, в которые нужно вбрасывать релики. Точно так же, как вы вбросили только что для активации этапа 1 из них. К каждой вышке придумайте простой и понятный калаут, чтобы каждый член команды понимал о чём речь. У нас это было правый, левый, центр, кролик и низ. Более чем просто, на мой взгляд. Следующий символ, красный треугольник. Так обозначаются берсерки. Но вас интересует один, особенный, тот, над которым горит символ с двумя шарами. Это значит, что за убийство именно этого берсерка вам выпадет 2 релика, которые и нужно будет закинуть в споты, о которых я говорил ранее. Как наверняка вы уже догадались, кружочки это ваши тиммейты. Итак, ваша задача, это я сейчас к картографу обращаюсь, говорить всей команде громко и чётко, в какой части квартала находится берсерк. Разумеется, просто так вам прохолаждаться никто не позволит. На крышу то и дело будут лезть мобы, стрелять снайпера и давить прислужники. Последних отстреливайте с особым приоритетом, иначе карта пропадет, если они подойдут слишком близко. Вы назвали место и туда со всех ног, лучшая на сперру, несутся остальные участники команды. Там нужно убить берсерка, также стреляя по батареям в грудь и спину и собрать релики. Решите, кто из вас будет брать релики заранее и учтите два важных момента. 1. Один и тот же игрок не может взять релик дважды подряд. То есть, если вы занесли один раз релик, то на вас вешается временный дебаф, и со следующего берсерка шар должен взять кто-то другой. 2. Берите шары по очереди. Не нужно сломя голову хватать их, как только вы убили берсеркера. Не нужно сломя голову хватать их, как только вы убили падшего. Решите, кто берет первый, кто второй, с перерывом в несколько секунд. Для чего? Для того, чтобы ваш картограф мог дать правильную инфу и отличить, кто какой релик взял. Он должен дать точно информацию, куда заносить какой релик. Когда первый игрок берет шар, на карте над его иконкой загорается определенное количество точек. По ним картограф и должен определить и направить реликоносца. Итак, взял один, загорелось три точки. Картограф сказал, в какой спот нести релик. Второй берет второй шар. Суть в том, что один из двух всегда будет заносить релик в центр, то есть в спот около карты. А вот второй релик нужно будет терпеливо, осторожно, но быстро донести до одного из терминалов. Терминал должен быть открыт. Для этого нужно убить двух прислужников, которые появляются около этого самого терминала. Как только картограф называет, куда нести релик, все игроки, кроме подобравшего релик, мчатся над сперл до нужного места на карте и убивают там всех мобов, не жалея ульты и хэви. К тому моменту, как реликоносец доберется пешочком до спота, там все должно быть чисто. Терять, ронять релик нельзя, иначе вайп. Заносить не в тот спот нельзя, вайп. Долго тянуть и не заносить тоже нельзя, на релике вы видите таймер, иначе вайп. Занесли оба релика? Слушайте следующий калаут о том, где находится следующий берсерк. Ищите его и повторяйте операцию. Для прохождения этапа вам нужно занести 8 реликов, то есть убить 4 берсерков. После чего, около терминала под башней с кроликом спадет защитное поле, и вы сможете спрыгнуть в канализацию, где вас ждет первый сундук с наградой. Да-да, награда в канализации, ты все правильно понял. После того, как заберете сундук, ищите выход из бесконечных вонючих лабиринтов. Не хотите? Ну, тогда смотрите путь по видео. Субтитры сделал DimaTorzok После вас ждет не то чтобы прям этап полноценный, скорее замена стандартным рейдовым прыжкам. Гонки на Спэррол Хотя нет, даже не гонки, скорее погоня. Ваша задача улететь от взбесившегося огненного прислужника. Активируйте две панели, ударив по ним рукопашной атакой, и... Страж, езжай так быстро, как только можешь, и не оглядывайся назад. Доезжайте до тупика, и также по левую и правую стороны этой огромной круглой двери все те же две консоли, которые активируются одновременным ударом рукопашной атаки. Но, на этой стадии есть секретный сундук с наградой. Как его найти? Вам нужно активировать специальные терминалы, которые разбросаны по трассе. Всего их восемь. Сложно на такой скорости было записать расположение каждого нормально, но я старался. Первый в начале трассы снизу, второй и третий чуть далее. Затем в зале с каменным склоном один слева у самой стены, второй справа у обрыва. Затем у мостов также справа и слева, и последний справа у следующих подобных мостов наверху. Проще всего потратить минут 5-10 на то, чтобы проехать эту трассу и просто найти каждый из них по каким-то ориентирам. С первого раза это будет сделать реально сложно, я понимаю. Для активации нужно просто проехать рядом или пробежать, чтобы загорелась зеленая лампочка. Если вы все сделаете правильно и активируете все 8 терминалов, в киллфиде заметите надпись «Где-то открылась дверь». Значит теперь, когда вы долетите до зала, в котором обычно хлопали дверью перед несчастным сервитором, вам нужно свернуть в новый проход на левой стороне и мчать наверх по подвешенным обломкам до пещеры. На видеоряде опять же видно довольно плохо, но я вайпнулся в самый неподходящий момент, классика, а вот тиммейт молодец, добрался. Что дальше? А дальше вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и ждать видео, в котором мы разберем вторую половину рейда, предласт стадию и босса. Поверьте, ждать есть чего. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, дружище. Не забудь принять участие в розыгрыше годового абонемента из предыдущего ролика. Счастливо!